Итак, что же это было? В целом это даже не полноценная война, а просто операция по уменьшению популяции страусов. Однако это совсем вкратце и думаю, что те кто кликнул на это видео ожидают более развернутого объяснения. Итак, с чего все началось? К началу 30-х годов эму были проблемой для Запада Австралии. В сезон спаривания более 20 тысяч птиц эмигрировали ближе к западному побережью по пути разоряя фермерские хозяйства. Фермерам было мягко говоря не очень приятно терять свой основной источник дохода, а также видеть бездействие правительства в отношении сложившейся ситуации. Однако в 1932 году австралийское правительство осознало величину проблемы и решило принять меры. Итак, в октябре 1932 города вступает в силу приказ министра обороны Австралии, Джорджа Пирса, об уничтожении эму. Однако боевые действия начались лишь 2 ноября, из-за того, что ранее погода не позволяла это сделать. В войне со стороны Австралии приняли участие два солдата вооруженные двумя пулеметами с 10 тысяч патронов. Первый этап войны закончился 8 ноября, во время ведения боевых действий эму были разгромлены и понесли потери в количестве примерно 400 своих солдат, при этом со стороны Австралии потерь не было. Один из солдат со стороны эму погиб во время первого этапа войны. После ухода солдат эму продолжали свирепствовать, начался второй этап войны. Опять эму потерпели сокрушительное поражение, только в начале операции погибло около 300 эму. Этот этап войны шел до 15 ноября и в конце концов войска были отозваны. За время ведения второго этапа вооруженного конфликта погибло около 3000 страусов. Массовое уничтожение эму не решило проблем с ними. Фермеры региона вновь просили военной помощи в 1934 году, 1943 и 1948 году, но их просьбы были отклонены правительством. Вместо этого активизировалась система поощрений за самостоятельное уничтожение эму, которая появилась еще в 1923 году и получила развитие в 40-е, и она оказалась эффективной. 57034 поощрений было получено в течение 6 месяцев в 1934 году.